всем привет открытия подстерегают нас на каждом шагу сейчас такое количество прекрасной музыки какие-то банальности такие говорю опять сейчас так много интересного да сейчас очень много интересного и сейчас гораздо больше интересного чем было на самом деле и в 60 и в 70 и 80 даже уж извините но это факт мне довелось как-то общаться с яном антерсоном джет ротал если кто не знает да если кто не помнит и мы с ним говорили о популярности группа джет ротал и антерсон сказал что если бы джет ротал собрались сейчас но это было больше десяти лет назад правда этот разговор состоялся сказал что джет ротал не стали бы так популярны как они популярны сейчас и как они стали как как они стали популярными тогда 60 и 70 и до сих пор он сказал что такой известности у нас бы не было потому что вокруг такое количество безумно талантливых музыкантов безумно интересных групп невероятно оригинальных новых и их так много что пробиться вылезти стать стать таким пиком достичь пиковой популярности ну практически никому не удается и обратите внимание что действительно это так что пиковая популярность такая яркая настоящая невероятная всемирная она ну такая покупная я бы сказал в основном у поп артистов у людей которые играют оригинальную настоящую интересную глубокую музыку она есть они достигают определенного уровня популярности но потом так уходит не то что вниз но остаются где-то ровным таким ровным слоем хорошей музыки и вот в этом ровном слое если начать копаться это невероятно интересно и можно всю оставшуюся жизнь посвятить именно раскопкам в современной музыке так бывает как что я наговорил такое сам сам перестал понимать даже что ну я думаю что многие поняли я совершенно не отрицаю все кайфы пятидесятых шестидесятых семидесятых восьмидесятых и девяностых эту музыку безумно люблю не у меня и очень много я продолжаю ее собирать но выбрасывать на помойку все то что происходит сейчас это просто глупо на мой взгляд и наконец-то я добрел до того чтобы показать потому что рассказывать рассказывать об этой группе очень сложно в силу того что музыка ее настолько ни на что не похожа и при этом настолько хороша настолько интересно что рассказать о ней сложнее чем во фрэнке заппи например даже на мой взгляд и критики попали тут в такой просаг уже с описаниями пластинок этой команды все вот эти стилевые рамки они разрушены напрочь это все равно что говорить о том в каком стиле играет группа радио хэд там последние пять-шесть альбомов радио хэд в каком стиле она играет никто не скажет в каком стиле радио хэд да ну и вот эта группа которая называется tv tv on the radio это последний их альбом который вышел в тысячи четырнадцатом году называется сидз она но мы можем пользоваться только в разговоре мы можем пользоваться только сравнениями с чем-то да вот на мой взгляд она по оригинальности по необычности по самобытности она близко к радио хэд хотя совершенно другая музыка и к сольным альбомом причем более поздним альбомом питера гэбриева я как-то сказал однажды когда познакомился с этой группы а познакомился с ним в 2006 году совершенно случайно не зная что это за музыка что меня ждет просто купил компакт-диск мне стало интересно что-то такое что-то меня влекло к нас просто купил мне дать послушать современную музыку 2006 год купил я альбом 2000 2004 года первый их альбом который я покажу тоже поставил дома на проигрыватель тогда еще компакт-дисков хотя винил у меня тоже был но винил и пластинки tv on the radio еще и не не видел стал слушать и потом когда меня стали спрашивать что же то что это за музыка я стал говорить что если бы группа дженесис первого состава с питером гэбриевым играли бы в 21 веке они играли бы такую музыку как tv on the radio хотя музыка абсолютно черная все у того что лидер тунда адепин по который сочиняет основные основную массу песен и поет невероятным голосом совершенно абсолютно невменяемым каким-то но очень хорошим тунда адепин по его зовут он черный и там еще несколько человек черных группы из нью-йорка и вот она конечно дала она дала так но сравнение с дженесис гэбриеловским здесь достаточно условно хотя музыкальная ткань она но вот как ее описать я не знаю как описать формально присутствует ритм-секция но функция ритм-секция совершенно не такая как в рок-группе в обычной да когда бас барабан играют понятную такую историю здесь музыка но разве что на последнем альбоме вот этом ситс 2000 2014 год здесь звучание более 3 традиционная и очень светло пластинка можно можно сказать что она роковая даже моя дочка когда услышала как раз у меня играла вот эта пластинка она услышала из соседней комнаты прибежала видит какая кайфовая современная музыка какая хорошая глубокая интересная с одной стороны где-то в сторону поп уже музыки с другой стороны рок с третьей стороны абсолютно современная история с электроникой со всеми делами но не преобладает ни электроника никаких уходов там какой-то поп такой поп-рок тут просто настолько светло здорово и широко широченная панорама такая и все очень живо все очень живо и не попсово да не не на продажу что называется все сделано так так классно брать на у песня практически дэнсовая какая-то история но не дэнсовая а серьезно вот слушаешь и понимаешь что серьезная штука winter после нее просто ракешник лазер бой лазер рей еще более ракешник но такой ракешник в стиле моби когда моби играет не электронные вещи а когда он играет гитаризм такой близкий к панку вот такая современная история очень хорошая но что меня пробило когда-то пробил меня сразу первый альбом который называется desperate youth blood thirsty babies это 2004 год а группа выпускает паль выпускала по альбому в два года один альбом за два года очень серьезно подходили артисты к записи альбомов не то что штамповали каждый год а то и по два альбома в год нет два года проходит появляется новая пластинка тебе under a deal и состав значит здесь следующий тундады пимпа вокал лупы кип малона вокал гитара лупы дэвид эндрюс ситек музыка то есть человек много чем заняться занимается музыкой ну и плюс еще сессионные музыканты которые играют на саксофонах на клавишах на гитарах на разных джу 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 ля ля инструментах народных на виолончелях много всего и такая звуковая плотность вот в этой пластинке она плотная мрачная тягучая при этом она вся на ритме на африканском таком африканские дела но никогда не скажет как понятно что они африканские силу тембра а пимпа ясно что поет черный человек и поет с народными корнями такими глубокими но вот этот африканизм их он гораздо в меньшей степени выпищен чем скажем африканизм в музыке там доктора джона например это абсолютно индустриальная такая история сразу рисуется с одной стороны не рисуются черные черные такие просторы пустыни сахары какой-нибудь или или чего-то такого еще звезды близ близко к ощущению от альбома black star давида болви такая черная какая-то джунгли космос а с другой стороны гигантские небоскребы нью-йорка хайвей там уходящие вдали америки мосты туннели вот это все вместе наворачивается такой industrial вместе с черной таинственной пустыней и так и по понеслось до ронг-уэй начинается с саксофонов с непонятно как сделанными тембрами непонятно каких инструментов но такая плот плотное давление какое-то такое болотисто ярко электрическое и все это на ритме конечно поперек идет вокальная линия очень интересная очень закрученная такой монолог как раз в стиле музыки питера габриэла позднего какая-то такая исповедь под музыкальную подложку который казалось бы не соответствует даже меня мелодической линии но все складывается дримс после этого удивительно простая хорошая красивая мелодия ясная внятная а д пимпо и эта мелодия развивается опять приходит вот этот гул вот это давление жестко гитарно синтезатор на лупого клавиш на виолончель на саксофон на и вот это все вместе такое просто невероятное папе папе на второй стороне первая песня начинается с гитарного давления гитара давит просто вместе с басом с с электроникой красивое пение которое переходит неожиданно в дубу остается вокал чуть-чуть там с подложечкой и а до пимпы поет дубов но не такой дубов как пели вокальной группы так в 50-е годы в америке и даже не такой дубов который делал запах свое время а дубов современной уже третьего тысячелетия индустриальный тяжелый черный дубов кстати последняя песня на первой стороне ambulance она вообще вся на дубов и вообще один один только вокальные истории и дальше вот этот такая плотность она просто как это удушающая но по-хорошему весь альбом черный и такой просто такой здравствуй питер габриэл радио хэд и нью-йорк все вот это и джунгли и полный кайф а последняя песня зато you call be love длинная прозрачная чуть-чуть с перкуссией которая электронная перкуссия который имитирует такие удары сердца но не прямые как у пинк флой это немножко со сбоем и вокал очень длинное произведение прозрачная красивая невероятно и я конечно был очарован этой группы этой пластинкой тебе on the radio и когда вышла вторая я тут же ее схватил называется она return to cookie mountain а когда я видел что здесь в одной песне поет еще дэвид болвы который с радостью пришел на запись альбома тебе on the radio я возрадовался еще сильнее и эта пластинка она как сказать она немножко понятнее чем первое первое наворочено так в звуке это мастера звука какие-то фантастические я не знаю как в голову приходили такие звук и звукосочетания как они выжимали своих инструментов это все это просто просто гениально просто гениально эта пластинка не менее гениально в звуке также все сложно именно в звуке звуковой палитре очень сложно вот значит разбираться как это все сделано это кудесники просто звука но она структурно песни ближе к року все таки если последний альбом он уже совсем понятный он совсем понятный светлый в отличие от первого он очень светлый первый очень черный а здесь ближе к року но но в понимании тире андре я его за лавр жесткая ты показал мягко она жесткая а его зла и вот эти африканские ритмические построения они очень здесь читаются очень мощно очень так как слон такой на тебя идет но не топает а урс следующий номер прозрачная красота просто просто все висит в воздухе а вот провинс третий номер здесь поет уже дэвид боури второй голос вместе с адапин по адапин по уходит в фальцет в черный не такой фальцет как фальцет как у биджиз а такой черный толстый фальцет если такое бывает вообще но здесь бывает а дэвид боури поет стальным баритоном второй голос и настолько красиво настолько это здорово что просто play houses очень сложно закручена ритмически штука wolf like me единственная песня которая похожа на рок на рок построения такие можно передохнуть для тех кто любит рок и больше ничего не понимает ну и все остальное тоже я просто просто советую очень тиви он береги у меня к сожалению нет пластинки the silence который считается их самой лучшей когда она у меня появится про нее обязательно расскажу а пока ее нет можно наслаждаться вот этим альбомом и конечно первым самым мрачным самым таким загруженным абсолютно дисплей филс блат тверсти бэбис тебе он до видео пошел пить пока